А сам Путин, да, вот смотрите, он уже утерся, когда ему бомбят Крым, вот уже две недели, каждый день, просто каждый день. Крым, Севастополь, уже беспилотник падает на крышу Черноморского флота, да, штаба Черноморского флота. Уже там наносят удары и пытаются убить его командующего, это Вагнерова, его личного повара в Попасной. Уже вон кто-то взрывает эту там дочку его пропагандиста. А он только утирается, 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 посмотрите, он в результате дарит ей там посмертно вот орден мужества. Я думаю, что когда мы повесим на конец этого губернатора этого Крыма, или как он там, гуляйтера Крыма, которого он назначил, он тоже посмертно ему даст медаль за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Да и похоже, когда его самого мы будем это судить, он сам себя тоже чем-нибудь наградит и больше ничего не скажет. Но он показал себя за последние 10 дней, 2 недели, Путин показал себя, он и всю войну прогрессировал в эту сторону. За 2 недели наших ударов по Крыму он показал себя импотентом, абсолютно полным. И это видит все его окружение, я думаю. Но все видят, что все, у него нет ничего. Он же ничего не сделал, не только не сделал, даже не сказал ничего, даже не сказал, промолчал. Подтерся и подотрется снова. Это, знаете, еще раз подтверждает набившую оскомину аксиому, что Путин понимает только язык силы. Это, наверное, звучит немножко банально в наших реалиях, но я думаю, вы тоже участвуете в некоторых международных эфирах. Я это делаю почти каждый день. На турецком телевидении был сегодня, на китайском англоязычном рано утром. И вот им нужно просто талдычить о том, что он не понимает другого языка, кроме силы. Потому что в этих эфирах для балансирования мнений приглашаются там или какие-то пророссийские, или российские политологи, которые призывают к миру на любой ценой, потому что выиграть в России невозможно. Это будет кровополитная война, и экономика всего Запада коллективного рухнет, и что же вы делаете и так далее. Ну, мой мессендж прост, что, в принципе, по-другому, к сожалению, никак. И если мы говорим, что упадет экономика Запада, то, я думаю, скорее упадет, конечно же, экономика Российской Федерации, о чем, конечно же, они умалчивают. Но, Михаил, вы сами наблюдаете такое усиление вот этих нарративов таких? И видит ли его, в том числе и визит там Эрдогана, проявление вот этого отчаяния на российской стороны, которая понимает, что ему нужно побыстрее договориться, как-то укрепить этот статус-кво и немножечко там взять передышку перед очередным раундом? Мне немножко проще, чем вам в иностранных эфирах, потому что я говорю, если не на русском, то на иврите. И когда я говорю на иврите, значит, с израильтянами, то в Израиле, согласно последнему опросу, больше 50% считают Путина врагом. Ну, среди населения Израиля считают лично Путина, а, извините, не Путин, Российскую Федерацию считают врагом, вражеским государством. А еще в Израиле привыкли, что вражеские государства понимают только язык силы. Так в Израиле построена концепция военной доктрины и политическая доктрина, что мы жахнем сразу. Поэтому жахнуть по России уже тоже там мечтают многие в Израиле. И поэтому мои слова там находят весьма большую поддержку. Никто там не сомневается в этом. Что касается самих россиян, да, конечно, они цепляются сейчас за любую соломинку. Им очень тяжело. Да, к сожалению, тяжело и нашим. К сожалению, тяжело очень и нашим. И, конечно же, вот эта вся война и фронт дается все это нелегко, да, большими потерями. Но россияне уже похожи на грани того, чтобы побежать из Херсона. Вот это так все выглядит. Вспомните, они побежали из Киева, когда находились вот примерно в той ситуации, из-под Киева. Когда находились примерно в той ситуации, в которой они сегодня в Херсоне. Они отрезаны от логистики, постепенно истощаются, никаких перспектив не видно, атаковать больше не могут. И вот они тогда побежали из-под Киева. Сейчас, я надеюсь, что их постепенно довели до этой же стадии в Херсоне. То есть уже на грани того, чтобы бежать. И поэтому, да, вот они пытаются хотя бы через Эрдогана хоть как-то достичь перемирия. Но тут у меня, кстати, в обычном таком режиме нет сомнений в политике Зеленского, в политике политического руководства. Никого перемирия не будет. Мало того, Зеленский, по-моему, сделал красивый жест, когда сказал после визита Эрдогана, изменил свою прямо риторику и политику. Если раньше Зеленский говорил, сначала Путин отводит войска к линии 24 февраля, потом переговоры. То сейчас Зеленский сказал, сначала Россия выводит все войска со всех оккупированных территорий, потом переговоры. Вот я надеюсь, что так и будет стоять наше политическое руководство на этих позициях. И у россиян просто не получится ничего выкрутить.